Приветищи! Это Супроленд, и мы продолжаем наши с тобой маленькие похождения. Как ты помнишь, в прошлой серии мы активировали вот эту красильную машину, мы приторабанили сюда бочку. В этой бочке краска. Без неё, как ты понимаешь, мы не могли покрасить. Но теперь у нас всё есть. Очень много было комментариев о том, чтобы я тряханул вот это дерево и покрасил кирку. Ну что ж, давай попробуем это сделать прямо сейчас. Трясём, трясём листву. О, смотри, покрасилась. Короче, ты прикинь, я оббегал всё вокруг, а кирок нет. Было целых две кирки, и они пропали, их кто-то стащил. Не могу найти. Ладно, тогда будем искать новые. Что мы здесь имеем с тобой? Мы имеем красильную машинку, розетка под дискетку красную. Здравствуйте, товарищи, я вот дискеточку стащу. Окей. Кладём сюда, пуляем вот сюда. Вот ого, и нажимаем. Ю-ху! Красная дискетка у нас есть. Подставляем сюда. Активировалась. И куда же нас выплюнет эта труба? Ммм, вот это страхолюдина вылезла тут, слушай, таким скелетным лицом. Мы вернулись к нашему Майнкрафтеру. Возвращаемся обратно в деревню. Хей. Чё это ты, ты чё это тут делаешь? Семена какие-то у него. Чё тебе нужно? Моя бабушка рассказала, что зелёная кислота, смешанная с жёлтым семечком, может сделать тебя реально сильным. Положи и то, и другое высоковыжималку и нажми на кнопку. У-у-у. Кстати, мне об этом тоже писали в комментарии. Я только не знаю, как кислоту достать. Неужели придётся губку каким-то макаром туда макнуть, в эту кислоту? Кидаем её в кислоту. Ого, получилось! Только кинул я, по-моему, слишком далеко, да? А я думал, если честно, что губку просто разъест этой кислотой. Могу ли я её... Еееее! Смотри, вон, ну чё я с этой губкой могу сделать. Давай, братенька. Давай, 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 давай. Ну что ж такое-то надо сразу в ручки взять. Не получается слишком... Давай мы сделаем вот так. Есть! Поймал! Отлично! Кладём зелёную губку в микс-машину. Так. И нужно притащить ещё семечку. Даже не представляю, что за адское сейчас зелье получится у нас с тобой. Пойдём глянем. Миксуем. У-у-у, смотри, какой зелёный, как сопли. Бе-е-е. И мне это нужно выпить. Ладно, рискнём. О-о-о! Сила! Теперь вы можете уничтожить пикельные блоки своим мечом. А ещё поднимать очень тяжёлые предметы. Прикинь! Наконец-то! Оказывается, это не перчатка была, а это зелье силы. Вон оно, чё нам нужно было. Так, хорошо. Пойдём, значит, к нашим огроменным шарам. Попробуем теперь их поднять. И раз. Нифига себе, какой я силач! Круто! А, единственное, что я их отсюда вытащить не могу. Угу. Надо через верх, походу, да? Давай попробуем сделать вот так. Нет, пушка не может. Даже сдвинуть с места. А-а-а! Я придумал! Смотри, что нужно сделать. Мы же умеем делать мосты. От кровати нужно. Вот так. Вон туда. Да, шо ж такое-то? Вот так вот. Смотри, получилось. Давай попробуем подняться. И-и-и-и! Вытаскиваем шары отсюда, наконец-то. Сейчас мы закроем вот эти дырки. Кладём сюда один шарик. Нажимаем на кнопку. Оу! Кажется, это не так работает. Не-не-не-не-не, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Это не так работает. Остался последний шарик. Сейчас мы его с тобой вынесем. Вот так. И теперь нужно думать, как заткнуть эти трубы, которые пуляют огнём. Давай вначале попробуем поставить все шары на прыг-панели. Мы их поставили. Нажимаем на кнопку. Ну, как бы... Я даже не знаю. Хотя, знаешь чего? Вроде так и должно быть. Всё по плану. Давай, значит, куб сюда ставим. Теперь пойдём поднимемся и посмотрим, можем ли мы при помощи шаров пробраться наверх. А мне кажется, что можем. Если честно, мне кажется, это довольно сложно сделать. А-а-а! У нас же есть пряжка! Пряжка нам поможет! Главное не сгореть в огне. Полетели. Так-так-так-так, тихонечко. Ай! Это сложно. Нужно, короче, поймать момент, когда они будут все наверху. Вот, например, вот сейчас. Так. 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 Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть не успел. Есть! Я даже удивлён, что у меня это получилось. Офигеть. Но это сработало. Так. Я здесь видел-видел-видел кирочку. Где-то здесь. Мы можем сюда пуститься, но я туда не хочу опускаться. Блин, а здесь прохода нету. Вот чёрт. Походу придётся всё-таки опускаться здесь. Ммм. Ну ладно. Прыгаем сюда. Секретная зона. То есть нам как бы нужно было прямо сюда спрыгнуть. Что в сундуче? Здоровье плюс 15. Так же я вижу пиксельные блоки. Мы сейчас их с тобой сломаем мечом. Теперь мы это можем делать без кирок. Есть. Монеточка. А здесь у нас окно. А могу я его сломать? Нет, не могу. Что ж, давай взбираться наверх. При помощи вот этих вот небольших деревянных выступов. Куда дальше? В эту щель. Кастуем кубик. Прыг-скок. И мы походу... А как? До кирки-то нам достать. А, смотри, вон ещё деревянный блок есть. Прыгаем. Есть. И вот в эту щель теперь нам нужно попасть. Кастуем здесь блок. Придаст нам побольше высоты. И прыгаем. О, да. Здесь тоже секретка походу есть. Ты глянь. А если сюда пойдём? Включите свет, пожалуйста. А здесь тупик. Что у нас тут? Големы! Големом в гости зашли. Хожу, уброжу. О! Рычажок. Тайную дверь нам открыл, прикинь. О, ты глянь, где это мы? Опять сюда привели зачем-то. Ладно. Пойдём выбираться отсюда. О, кстати, слушай. Что если мы попробуем сделать мостик вот от этой деревяшки до этого бревна? Получится у нас, интересно? Не, не получается. Не даёт нам сделать так. Почему, интересно? Хм. Ладно, попробуем тогда по другой технологии. Таким макаром. Опа! Монеточки здесь. И вот отсюда, наверное, мостик мы можем сделать. Да, точно. Отсюда можем. А дальше куда? А дальше вот сюда. Здесь есть щель. Оу. А там, смотри, вон ещё один тайник, который мы не забрали. Монеточки. Видимо, он будет дальше. Сигаретная зона. Здесь, кстати, должна быть где-то кирка. Кирка, кирка, кирка. И по-любому тебя видел где-то здесь. Вон она лежит, точно. Я думал, что это алмазная кирка, но это нифига не алмазная. Обычная кирка. Слава богу, мы нашли хоть одну кирку. Сейчас-то мы её покрасим. Но сперва откроем сундучок. Радиус оброшения плюс 50 сантиметров. Короче, давай-ка кирочку здесь оставим. Пойдём вернёмся обратно. О, кстати, смотри, щель. Угу. Вот оно как. А вот они и монеточки. Блин, какой я невнимательный. Пропустил щель. Опа. Что здесь мы имеем? О-о-о. Две огромные монетки. Вроде бы всё. Здесь всё. И хочу я ещё раз вернуться назад. Откуда мы пришли только что? Глянуть. Может, мы тут что-нибудь пропустили? О, смотри, кнопка. Белая кнопка. Чего она даёт? Кнопочка. Ключ! Ну, конечно же. Вот ты где спрятался. Настало это величественное время. Кладём кирку сюда. Пуляем по дереву. Падайте, листики, падайте. Окрашиваем её. Ну вот, изумрудная кирка готова. Наконец-то. Пойдём, отдадим её. Правда, это, конечно, не настоящая изумрудная кирка покрашенная. Но я думаю, наш Майнкрафтер не заметит. Дружище, твоя мечта исполнилась. Смотри, что я тебе принёс. Алмазная кирка. Вау, она алмазная. Отлично. Не стесняйся, можешь копаться на моём заднем дворе сколько захочешь. Спасибо. Что у тебя здесь есть? Угу. Кажется, мы открыли какие огроменные жёлтые кристаллы. Что мы здесь имеем ещё? Есть какая-то штука фиолетового приблуда. Ну-ка. Странно, ничего туда не могу сделать. А если мы куб фиолетовый туда кастанём? Тоже не прокатит. А здесь есть щель. Подсветим. Бревно. Точнее, деревяшечка. И что мы можем... А, смотри, 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 смотри. Кажется, до меня дошло. Сейчас, погоди. Значит, делаем так. Теперь вот так. Во. У нас есть вот такая линия. Что если мы попробуем в неё стрельнуть? Прокатит, не прокатит, как думаешь? Точно! Ай да я! Ай да ум мой! Кажется, утро поел, мозги заработали. Ха. При помощи нашей пряжечки взбираемся. Угу. А здесь у нас сундучок такой тёмненький, странненький. Ох, сколько монеток, лови их все! Блин, нет, не падай, не падай. А то не выберемся потом. Благодарю, Майнкрафтер, вас за обогачение. Пойдём скорее отсюда, а то он даже, наверное, не знал, что у него на заднем дворе есть сундук с деньгами. Интересно, а что нам теперь скажет этот бородач? Что ты собрался делать со своими стальными шарами? С моими? Я думал, что это твои стальные шары. У него реально огромные шары. Это теперь ты про мои шары говоришь, да? Хе. Эй, фермер, смотри, чё нашёл. Ключ! Этот ключ откроет сейчас вашу кладовую. Посмотрим, что в ней. Здрасте. Кирка. Ещё одна кирка. Куча дискет и сундук. Чё в сундуке? Урон мечом плюс три. Ммм. Так, нам нужно решить ещё вопрос с этими фиолетовыми мухами. Мы помним, что они любят фиолетовый свет. Есть у меня идейка по поводу этих фиолетовых мух. Смотри, здесь у нас есть семечки, которые мы сейчас возьмём и покрасим их все. Фиолетовый цвет. По моей логике, мы их потом посадим и должны вырасти фиолетовые светящиеся цветки. И мухи должны прилететь к этим цветкам. Чё, попробуем? Закидываем сюда кубик наш. Вот так. И красим. Чё-то они не красятся-то, прикинь? Это единственный предмет, который машина не смогла покрасить. Как так-то? Подожди. Ладно, хорошо. Тогда давай посадим их, вырастим цветок и цветок попробуем покрасить. Вот так вот. Цветочки проросли. Несём теперь цветочки сюда. И попробуем покрасить. Кстати, стебель уже покрасился. Или это от освещения? Да, это от освещения. Надеюсь, что цветок покрасится. Оу! А где цветок? Не понял. Как-то. Странно, очень странно. Давай попробуем его покрасить, держа в руках. Или несколько сразу. Нажимаем на кнопку. Они просто исчезают. Хм. Слушай, а что если мы попробуем эти фиолетовые кристаллы вытащить? Мы же типа сильные, может мы их сможем поднять? Не, поднять не можем. Хм. Короче, я уже сюда и 10 лет фиолетовый притащил. Есть у меня, конечно, последняя идейка. Если она не сработает, то я не знаю, что им ещё нужно. Пойдём возьмём один тяжеленный шар и попробуем покрасить его фиолетовый цвет. Кладём его на стенд. Стой ровненько. Надеюсь, сработает. Красим. А он, блин, не красится. Да что ж такое-то? Все идеи мои дали трещину. Как так-то? Логика моя не сработала. Как насчёт покрасить губку фиолетовый цвет? Мухи, вот вам губка. Теперь попробуем от неё сделать луч фиолетовый. Я же могу? Могу. А куда? Куда, куда, куда я могу сделать луч? Ну давай, допустим. Вот так вот. Мухи. Мухи. Хм. Эй, пацан! Скажи мне, что с мухами фиолетовыми делать? Не могу решить головоломку. Ну что ж, мы в этой морковной деревне не смогли, не смогли одолеть этих фиолетовых мух. Поэтому, отправимся в Синевиль. Дашли называется до Синевиля. Здесь проход закрыт. Два чувака сверху стоят. А внизу окно, которое защищает рычаг. Хм. Пойдём назад тогда. Я там видел ещё одного красного чувака. Он где-то здесь был. Где-то прям... Вон он, вон. Сейчас мы с ним поболтаем. Чувак! У тебя здесь есть прыг-панель? Как её активировать? А-а-а. Всё, я понял. Нам нужно туда пробраться. Мы не можем вернуться в Красный Таун. Он заблокирован путь прыг-панели гигантской морковкой. Прыг-панель? Блин. Точняк. Короче, нашёл тут коробку. Есть вариант приманить на эту коробку мух. И притащить их сюда, чтобы они съели эту морковку. Значит, ставим здесь коробку. Учитывая тот факт, что она не красится, мы попробуем на ней начертить чего-нибудь. Например. Вот такую штуку. Мухи, как вам такой рисунок? Поведётесь? Нет? Не, мухи не поведутся, мне кажется. О, смотри! Ты видел? Они перекинулись! Господи! Сработало! О-о-о! Моя башковитая извилина не подвела меня. Сколько мук! Так, значит, мухи, идём со мной. Мухи! Ну вы чё? Чё-то они переманились разочек и всё. Больше не хотят. Вроде переманились. Берём. А смотри, я их утащить-то не могу. Хм. Они не следуют за этим ярким светом? Давай-ка попробуем другой вариант. Берём губку. Ставим её сюда. И вот отсюда. И губочки. Мухи. Опа! Ты смотри, смотри, смотри! Сработало! Получилось, наконец-то! Ну-ка, мухи, давайте. Е-е-е! Наконец-то я управляю мухами! Как бы странно это ни звучало. Всё, чуваки, мух больше нет. Спасибо, что прогнал мух. Пусть теперь едят чью-нибудь чужую морковку. Так, ну чё, мухи? Пойдёмте к Готам. Накажем этих проказников. Ну чё, Готы, вы готовы к пожиранию вашей морковки? О-о-о! Так. О-о-о, беда-беда. Пришла не одна. Мухи сожрали морковку. Да выпендривались эти Готы. Что? Он офигевает. Вот и съели мухи и морковь. Вот и нету урожая. Уго-то! Последняя морковка осталась. Давай. Доедай, мухач. Е-е-е-е! Ну чё, ребят, чё скажете? Чё скажете? Я тебя ненавижу! Серьёзно? Да, вот так вот вам получаете. Интересно, а эти мухи смогут съесть вот эти огроменные морковки? Давай попробуем. Ну-ка, глядим, глядим, глядим. Нифига себе, они жёсткие! И прыг-панель активировалась. Круто. Кстати, слушай, тут же вода. Это же вода. Мух, наверное, замочит. Такой путь проделал. Мух там, в принципе, хватает, так что мне не жалко. Давайте, мухи, летите сюда. Вон туда. Всё, мухи долетели. Теперь нам нужно перебросить нашу губку вон туда. Вот таким макаром. Есть. Ставим губку здесь. Ну чё, мухи, давайте. Перелетайте. А-а-а, как знал, как знал. Чёрт подери, долбаные мухи. Ладно, пойдём тогда обходным путём. Вот это вот главное съесть. Есть! Всё! Мухи сожрали морковень. Ай-ай-ай-ай, ей больно. Заказываем коробочку. Вот так. Поднимаем её наверху, монеточка. Поднимаем её наверх. Точнее, вначале и сами поднимаемся с тобой. Таким макаром. Теперь поднимаем коробочку. Вот так вот. Давай-давай, коробочка. Есть контакт. Ставим её сюда. Проводим нашу фиолетовую линию. Точнее, мостик. Как это модно у нас звучит? Мостик фиолетовый. Ставим здесь куб. Всё! Контакт! Нет, контакта нет. Надо повыше линию сделать. Я понял. Сейчас повыше сделаем. Вот, почти так. Но не так. Не совсем. Не совсем так. Сейчас заново поставим кубик. Есть! Вот теперь точно контакт есть. Прыг-панель активировалась, и мы можем спокойненько запрыгнуть. Прыг-панель, неси меня, как ветер! Ю-ху! Здорово, мелкотня! Чё расскажете? Чё здесь стоите? Эти мухи действительно очень голодные. Конечно. Смотри, сколько морковки сожрали, и какой огромной величины. Они её съели! Ну, конечно, они её съели, они же голодные. А ты чё стоишь? У тебя хватит сил, чтобы поднять этот камень? Если нет, спроси об этом у городского садовника. Я уже с ним поболтал. Он мне рассказал секрет зелья, так что смотри, как я подниму его. И вот сюда вот скидываем. Нифига себе, какой я крутой и мощный, как Супермен. Спрыгиваем вниз. Чипык! Ломаем камни. Активируем рычажок. Теперь мы можем спокойненько здесь проходить. Ништяк. Так. Здесь у нас тупик из пиксельных блоков. Я слышал, что там появились големы. О, здрасте. Здра... Нифига себе, их отряд! Вот это да! Да ну нафиг! Неожиданно! Я думал, там парочку големов появится, но нифига себе. Вот так вот вас. Получайте моими ботиночками. Ой-ой-ой-ой-ой. Больно. Очень больно. Да что ж такое-то? О-о-о! Ушатали меня. Прикинь. Намерто вообще. Дубль два. Иди сюда, пупсики, ко мне. Сейчас-то я вас уделаю. Получай! Есть. Все. Всех заболел. Синевиль, жди меня. Я почти пришел. Где мы вылезем, интересно? Так. Нам, походу, наверх. Туда надо. О-о-о! Помнишь, мы здесь ток проводили? При помощи вантехноковаль. Чтобы открыть ванту трубу. Ну вот, мы и спустились к домику нашего чемпиона. Я не понял, откуда у тебя эта вывеска. Я ее убрал. Я поменял ее на вторую бронзовую звезду. Чувак, ты хочешь со мной поговорить, не? Ну и фиг с тобой. Сиди там один. Не нужен ты мне. В общем, мы летим сейчас туда. Надеюсь, у нас получится. Нет, не получилось. Как нам это сделать? Оп, оп, оп. Что-то как слабенько. Тебе не кажется? Угу, получилось. С разбегу всегда получается. Е-мое, секретная зона. Ага. Кастуем сюда наш шарик. Темно-то как. Сундучок. А здесь есть проход, нет? Е-е-е. А, нет, нет. Я уж обрадовался, блин. Че в сундуке? Луна. Ништяка, нам не пригодится. Вот мы и вернулись к нашему домику с синей крышей. Теперь я знаю, как туда пролезть. Мы делаем мостик при помощи нашей пушки. И просто по этому мостику вот так вот сбираемся. Теперь на ту сторону. Есть. Мы на крыше. Разбиваем все это дело нашими ботиночками. Здрасте. Здесь был чувачок где-то. Где чувачок? Который с нами болтал. О, сколько здесь розеток. А где чувак-то, е-мое? Усач! Снова ты! Да что ж такое-то! Е-мое. Вам не хватает навыков или предметов, чтобы решить эту загадку. Продолжайте поиски. Тогда... Тогда я пошел отсюда. Сделать здесь нечего. Здесь мы дрались с боссом. Мы видели здесь деревяшечку. Во-во-во. Вот она. Это деревяшечка. Она нам поможет забраться вон туда. Там есть кнопочка. Нажимаем. Прэк-панель активировалась. И сейчас мы полетим далеко, походу. В Синевиль. О, какой замок. Круто, Синевиль, жди меня. Я почти, я почти. Все, мы здесь. Ой-ой-ой, баллон какой опасный. Он сейчас... Блин, они повзрывались. Они вылазят. Нет, ну я не хотел сейчас драться. Я просто хотел до мамы дойти. Блинский, ладно. Все. Разобрался со всеми. Сейчас мы кусочек луны поставим сюда. Вот так-то. Осталось еще два куска. Ну что, Синевиль ждет нас. Но что скрывается за этими воротами, и что произойдет в Синевиле, ты узнаешь в следующей серии. Если тебе понравилось, то есть тебе лайкос, комментос под видос. И также не забывай подписываться на канал, если ты еще не подписан. Ну а на этом все. Пока. Увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok